Спортивный праздник для тех, кому за 50. В Мариел стартовал масштабный проект «Активное долголетие». Главной задачей его является приобщение старшего поколения к энергичному и здоровому образу жизни. В рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» в республике, как и по всей стране, ведется активная пропаганда спорта во всех его проявлениях. И на зарядку встанут, и нормативы ГТО сдадут. Эти люди удивят кого угодно. Надежда Антонова приобщилась к спорту и здоровому образу жизни пять лет назад. Занималась йогой, фитнес-аэробикой. Сейчас же она руководит группой здоровья при спортивном клубе города Цивильска. Надежда уверена, жизнь после 50 только начинается. Фитнес-аэробика – такие движения, которые затрагивают все органы движения. У нас сразу настроение меняется, у нас сразу бодрость появляется, энергетика. Поэтому нам очень понравилось. Мы обязательно будем заниматься фитнес-аэробикой. С каждым годом фитнес-аэробика набирает популярность среди представителей старшего поколения. Этот вид спорта привлекает преимущественно женщин. Себя они называют дамами элегантного возраста. Для них фитнес-аэробика – один из проверенных способов физической активности. Благодаря проекту «Активное долголетие» укрепление здоровья даже в зрелые годы становится делом простым. Всего пару недель активных занятий и организм приходит в тонус. Результаты просто потрясающие. Они себя замечательно чувствуют. Мы сейчас попытаемся сделать эту программу провести в районы с помощью нашего правительства и Министерства спорта Республики Мариэл. Я думаю, что все получится. Вы видите, какая активность? То есть люди в выходной пришли. Мы сегодня сюда привели детей. Это преемственность поколения. Здесь сегодня очень интересный конкурс, когда внуки рисовали, чем занимаются их бабушки и дедушки. Своим опытом решили поделиться и гости из Чувашии. Проект «Фитнес-стар» долголетие в наших руках, получивший грант президента России, активно развивается в соседнем регионе. Проводят мастер-классы, обучающие семинары и лекции. Авторы проекта отмечают, люди старшего поколения в силу психологического и физиологического барьера не имеют возможности поддерживать связь со спортом. Именно «Фитнес-стар» дает им возможность вести активный образ жизни. Когда они уходят 55, 60, 63 на пенсию, у них образуется такой вакуум немножко пустоты. Захотелось, родилась идея организовать лица пожилого возраста, как раньше, в профсоюзной организации, а именно в спортивной организации, чтобы каждая федерация обратила внимание на наших дорогих и любимых пенсионеров. Потому что долголетие находится в том, что когда человеку нужен обществу, когда он востребован и когда он чего-то делает. Спорт – норма жизни для большинства жителей республики. Об этом говорит и число людей, присоединившихся к проекту «Активное долголетие». Более 350 человек из всех районов республики от 50 до 85 лет показали, что спорт доступен абсолютно каждому. Так, до 2024 года доля людей, систематически занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью, должна составить 55% населения. Для старшего поколения выход за рамки зоны комфорта приносит понимание, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях.